Троицкий мост На правый берег Ночью его разводят чуть позже Дворцового И эта обстоятельность частенько спасает Меня, например, буквально вчера Международный конкурс на проект Троицкого моста Был объявлен в апреле 1892 года Было 16 участников Среди них 5 русских, 6 французов, 2 голландцев А еще болгарин, венгр и испанец Были победители Они получили внушительные премии Первая составила 6000 рублей Но в итоге строительство было поручено Французской фирме Ботиньоль За 5 миллионов 200 тысяч рублей Специальный пункт контракта предусматривал Что строительство будет вестись Из русских материалов и русскими рабочими Строительство Троицкого моста Было делом политическим Потому что в этот период наметилось Сближение между Россией и Францией На церемонию уже открытия Прибыли и русский император Николай II И президент Франции Феликс Фор Кстати, в момент церемонии И члены царской семьи И русский император, и французский президент В основание моста Вот здесь, со стороны Суворовской площади Заложили золотые монеты И что интересно, у нашего Троицкого моста Есть брат, почти близнец, Парижа Он перекинут через стену Между домом инвалидов и Елисейскими полями Так вот, в его закладке участвовал Николай II И сделал это конкретно ознаменование Франко-Русского союза А мост получил название в память о его отце Александре III Мост так и называется Мост Александра III в Париже Но что интересно, он был открыт в канун Всемирной выставки 1900 года Где гран-при получил тоже проект моста Но через Енисей и в Красноярске А однажды Троицкий мост разделил жизнь на до и после Действительный царский советник, знаменитый хирург Николай Кульбин Зашел на Троицкий мост еще врачом А спустился с него с окончательным решением Посвятить остаток своей жизни искусству И сегодня мы знаем его как одного из главных теоретиков футуризма Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин